Про отношения, такое возможности, когда мы попадали раз в 4 года, раз в этот вопрос, расстался с девушкой, шло бы за мной в сфере. Но он не увидел. Жалел девушку, потому что... Не выжалели, она сейчас с ума сходит, чуть зажалась такая. Она с ума сходит от того, что потеряла человека. В чем жалость? Жалость в том, что любителям смог бы дать то, что она хочет. Ни один мужчина не может дать то, что хочет женщине. Это просто невозможно. Это может дать только Бог. Женщины хлопают, видите? Невозможно. Вы не зрелый человек в плане личной жизни. Вы идеалист, вы думаете, что вам нужна другая женщина. Они все одинаковые. Они все хотят больше, чем положено. Капризничают всегда. Тянут над себя одеяло. Требуют счастья. Надо принять эту девушку, она хорошая. Сейчас я подумаю, если вы как бы мне задаете этот вопрос, я подумаю. Вот смотрите, у вас есть два варианта. Один вариант, девушка вас сильно любит, но она очень чувствительная, эмоциональная, такая мягкая, характер мягкий, но очень неуправляемый. Второй вариант, вы любите девушку, у нее характер сильный, твердый, принципиальный и холодный. То есть она вас бросает чуть-чуть что. Вот второй вариант, мне кажется, уже был у вас. Нет? Ну, два таких варианта, или вот такая, или такая. Ну, то есть это то, что вам положено по сути. Лучше выбирать вот этот, как сейчас, теплый вариант. То есть когда девушка, как бы она, ну, любит вас, но она не управляет собой. Это в основном всегда так. Вот. Или второй вариант, она, вы ее любите, она управляет собой, сильное отношение с вами строит, но очень опасно. То есть она может бросить любой момент. То есть вы зависите от ее воли очень сильно. А так она от вашей воли зависит. Уберите только одно, я не думаю, вера, не должна листья на разных образовую сделку? Мой хороший, мой хороший, мой хороший. Ни один мужчина не может надеяться на разумный разговор с девушкой. И мудрый мужчина, это тот, который это понимает. Вот у меня еще со своей женой не было ни одного разумного разговора за всю жизнь. Но мы счастливы. Я не то, что женщины неразумные, я не к тому, я к тому, что разум женщин, он находится совсем в другой плоскости мышления. Вот совсем другой. И они разумные очень. Но их разумность, она другая совсем. Она связана с отношениями, с любовью, с заботой, добротой, честностью, чистотой. А ваша разумность связана с здравым смыслом, с принципиальностью, с последовательностью поведения человека, с его взглядами, мышлением. Понимаете, это то, что женщину вообще в жизни не интересует. Ни одну. Поэтому в чем разумность заключается? Разумность в том, чтобы терпеть друг друга и как бы давать возможность жить человеку. Женщина неуправляема мужчиной. Она управляется только его защитой и любовью. Если он ее защищает, дает ей возможность жить, она благодарна, и она этим управляема. Но как бы ее мышление, оно непостижимо мужчине и им неуправляемо вообще. Оно как ветер, понимаете, он бушует, женская энергия бушует. Она неуправляема в принципе просто. Просто ее, когда оставляешь в покое, она тогда управляется, она тогда течет спокойно. Ну то есть если она видит, что мужчина ее не трогает и как бы дает ей возможность быть самим собой, она успокаивается и течет рядом, а вы как берега охраняете ее течение. Если ее заносят куда-то в ее раз, так тихонечко назад, все. Принципиальный вопрос, кто кого любит. Лучше женщина, когда любит мужчину, а он управляет ситуацией. Но она при этом себя не контролирует тогда. Второй вариант, мужчина любит женщину, она себя контролирует, но она неправильно контролирует, понимаете, обычно. И это заканчивается тем, что она просто безумный поступок какой-то может совершить. Уйти там или еще что-то сделать. Вот так устроена жизнь. Мудрый мужчина это тот, который берет женщину, которая слабее его. Слабее означает его любит. И верит в него. А не брать принцессу какую-то недостижимую, которая потом бросает всегда.